всем здравствуйте что у меня новая коллекция сейчас мы с вами будем миксовать две новые коллекции be urban и jazz но прежде чем миксовать я сейчас быстро выкрашу jazz чтобы вы посмотрели что это за коллекция вы знаете что у нас минимум сезон выходят две коллекции и вот эта коллекция она прям новогодняя и очень классно соединяется с be urban то что be urban здесь много сдержанных оттенков базовых от jazz оттенки базовые но это блестки и поэтому они очень классно вдвоем дружат давайте смотреть коллекцию коллекция jazz так и перчаточки не одела поля принеси перчатки пожалуйста она действительно новогодняя но как вы понимаете что у нас сейчас с блестками гель-лаки пользуются популярностью в принципе круглогодично вообще не имеет значения какой сейчас сезон вот но мы конкретно вот эти блестки выпускали именно для нового года сейчас я перчатки девчонки одену и так здесь шесть цветов сейчас мы достанем все шесть оттенков и будем с вами быстренько выкрашивать а потом я покажу дизайны такие дизайны приготовила именно посмешивать такое смешение с блестками и без блесток кто-то пишет хочу платину так ладно первый оттенок из коллекции новой jazz sage это номер 299 вы знаете что до последнего времени блестки мы в основном выпускали в красках вот у нас очень много классных коллекций с красками они у нас на постоянной основе это и супер стар и самая популярная супер стар здесь получается у нас такой малиновый глиттер то сам по себе цвет базовый вот ну и плюс то что в нем есть такой красивый шиммер уже делает этот оттенок не обязательно новогодние особенно если мы например посмотрим как 299 цвет смотрится под матовым топом цвет становится роскошным да и уже его можно делать на каждый день поэтому не забывайте о том что когда вы покупаете глиттерные гель-лаки краски что они круто и совершенно по-другому смотрятся под матовым топом они превращаются в более носибельные каждодневные следующий оттенок 298 здесь совершенно другой глиттер здесь несколько оттенков глиттера до самого крупного вот сам по себе очень красивый цвет подложки если любите витражи делать вот он подойдет для акварельной витражной техники для аквариумной техники очень круто подойдет этот оттенок это номер 298 он прям вот чисто красный но у него такая подложка очень красивая витражная поэтому блестки разного размера здесь три размера смотрится очень круто опять же давайте посмотрим как смотрится под матовым топом этот цвет тоже очень круто смотрится становится более благородным спокойным оттенком так следующий цвет тоже здесь глиттер смотрите коллекция очень разношерстная здесь есть и стекло битая и слюда жидкая и хлопья сейчас вот посмотрим сейчас пока мы с вами смотрим те цвета там где в составе идет глиттер номер 302 тоже крутой цвет тоже для тех кто любит аквариум витраж очень круто подойдет потому что подложка красивая витражная такая чистая чернильная здесь блески в отличие от красного немножко другие и не чем нравится еще коллекция я ее делаю с легким моделирующим эффектом если это нужно можно перевернуть да и чуть-чуть замоделировать капельку но в пределах разумного опять же потому что подложка у этого цвета витражная она позволяет это сделать очень красивый номер 302 сейчас мы с вами когда выкраску сделаем я вам покажу как они смотрятся если соединить эти две коллекции вот сейчас мы попробуем несколько вариантов дизайна сделать следующий цвет здесь идут хлопья смотрите здесь идут такие пигментные хлопья номер 297 хлопья сделали очень много он очень концентрированный и в принципе при желании хотите сэкономить время несмотря на то что казалось бы это пигмент хлопья его можно накладывать в один слой видите как прикольно смотрится очень концентрированный здесь именно такие крупные крупные хлопья сушим сейчас девочки спрашивают за набор смотрите когда вы покупаете набор в набор входят ложечки видите это я достала из этого набора наклейки приклеила на ложечки вот сейчас вам показываю выкраску так следующий оттенок в который вошли слюда и мелкое такое стекло опять же это номер 300 потому что там идет витражная подложка можно делать с легким моделированием и получается очень красивый аквариумный эффект и вот это стекло которое там содержится да оно немножко ну как будет сначала пугать что это такое торчит вот не пугайтесь зато он создает такой обалденный эффект аквариума и то что пигменты обычные хлопья не передают это дает именно слюда мелкая и чуть-чуть стекла я прям называю это стекло потому что она прям чуть-чуть притарчивает эти я делаю легкое выравнивание пределах разумного смотрите в пределах разумного сейчас поближе покажу что это за оттенок вот кто у нас я не знаю у нас этот цвет сейчас есть или нет сейчас я вам покажу цвет гель-лака он у нас прошлой осенью пользовался бешеной популярностью несмотря на то что там составе шла слюда и стекло но при это был гель-лак сейчас я его на его же не осталось в наличии ладно короче что самое главное про номер 300 нужно запомнить смотрите если вас смущают вот эти где-то торчащие стеклянные штучки вы либо выравниваете топом берете топ и делаете выравнивание не просто покрываете а выравнивание либо можно взять шлифовщик и аккуратненько зашлифовать именно не всю поверхность и даже не обезжириваю обычно а только те места которые мешают все выравниваете центровали сушим то же самое касается 301 номера они по составу очень похожи вот эти два оттенка получились очень дорогие по себестоимости потому что здесь очень дорогая слюда и дорогое стекло идет да правильно цвет аврора был вот кто работал аврора там тоже шла слюда мелкая и такое мелкое мелкое битое стекло и оно создавало ощущение просто какой-то неземной красоты покрытия вот эти покрытия когда делаешь они уже самодостаточные сами по себе уже ничего не нужно делать и они также круто смотрятся под матовым топом жалко конечно камера никогда это не передаст но эффект офигенский кажется как будто сделали такой глубокий глубокий аквариум нет они с липким слоем но если мне что-то мешает я обычно не парюсь и у меня есть просто старая пилочка я обычно прям по старой пилочке чуть-чуть запиливаю смотрите вот этот черный цвет он плотный его нельзя прям наливать откровенно смотрите поэтому будьте аккуратны вот его наливать не стоит вот но вот эти торчащие штучки как раз сейчас вот они видно чуть-чуть притарчивают покажу как их убирать сушим вот это самый ходовой цвет оказался несмотря на то что он смущает вот этими стеклянными красивыми эффектами слюды он оказался самым популярным вообще сами по себе темные оттенки не всегда самые популярные правильно вот черный наверное он самый крутой он очень крутой видите какие там разноцветные оттенки слюды идут оттенки стекла идут они переливаются вот в отличие от синего еще большим количеством оттенка вот поэтому запомните номер 301 и 302 в составе идет чуть-чуть стекла и чуть-чуть слюды вот здесь самое главное просто топ выравнивать просто выравнивать либо смотрите я прям вот так вот беру и по дисперсионной пленке чтобы не тратить время на обезжиривание беру какую-нибудь пилочку необычно есть это копилочка для натуральных ногтей ненужная и вот где прям вот откровенно что-то мешает можно вот так вот пройти аккуратненько более у этого цвета дисперсия она не сильно все вот смотрите видно вот чуть-чуть прошлась и можно наносить уже финиш очень хотелось именно эту следу именно это стекло добавить в черный цвет поэтому несмотря на то что я понимала что будут какие-то возрождения а чего оно торчит мы все равно сделали такой цвет потому что это очень крутой микс получается сейчас я вам покажу что получилось поближе вот смотрите эти два цвета просто в черном стекла чуть побольше в синим стекла чуть поменьше вот но в принципе у меня все выровнялось т-классом я все поровняла вот и смотрим еще раз как коллекция джаз эйдж смотрится под матовым и глянцевым топом прям возьмите себе сфотографируйте обязательно если будет возможность сделать и себе именно вот такую выкраску чтобы она была не только под глянцевым топом но и под матовым топом вот и сейчас давайте мы с вами поработаем обоими коллекциями да это вот вторая новая коллекция а это наконец у нас появилась в наличии биурбан долгожданный ждали мы ее полтора месяца поэтому я вам на прошлом прямом эфире говорила девочки вот кто в прошлый раз когда коллекция вышла не успел купить сейчас покупаете резервируйте не знаю делаете предзаказ дистрибьютором на сайте сейчас у многих дистрибьюторов уже она есть в наличии потому что вторая партия она пришла небольшая потому что коллекция сезонная вот и мы всегда делаем только ограниченное количество поэтому успейте купить биурбан успейте купить биурбан так ну давайте тогда работать этими двумя коллекциями если сейчас вот посмотреть они очень хорошо между собой дружат вот согласна что они очень хорошо между собой дружат так первый вариант предлагаю сделать на прозрачной ложечки мне очень нравится сочетание я специально сейчас возьму прозрачную чтобы вот эффект аквариума такой передать и возьмем как раз синий с блестками и возьмем синий без блесток вот этот конечно цвет у нас фаворит у нас просто бьет все рекорды синие просто какой-то вот вот у нас не было так именно такого синего потому что пасты и пигментные пасты они очень отличаются между собой и его до этого у нас синего именно вот такой пигментной пасты не было так и сейчас предлагаю сделать вот такой вот вариант смотрите абстракция специально не под кутикулу я очень люблю делать дизайн и когда не нужно делать кутикульное покрытие глубокое за счет этого экономится очень много времени ну смотрите можно сначала нанести вот так один цвет сушим теперь берем блестки теперь наносим мазочек причем видите я специально делаю не на весь ноготь где-то вот так вот по центру он во-первых видно сейчас смотрится как аквариум все сушим и можно будет добавить кусочек вот пятно уже матового гель-лака без блесток да в матовом цвете очень красиво причем даже серебро смотрите как круто смотрится серебро номер 297 причем мы постарались сделать очень концентрированное серебро очень выглядит по консистенции как краска вы обратили внимание мы сейчас кстати этим серебром еще раз поработаем ну здесь я сушу после каждого мазка хочу потому что я хочу сделать наслоение девочки понятно что если вы делаете конвейером это не обязательно делать все суши да они очень на витраж похожи вот правильно у них витражная подложка у многих оттенков вот особенно вот риск 300 номер она прям такая знаете витражная за счет этого можно сделать легкое моделирование это кстати них не касается только 301 цвета что все таки он такой черный я бы не сказала что им можно сделать легкое моделирование вот поэтому вот это стекло которое будет после полимеризации немножко мешать вам бы вопросы чуть-чуть подпилите зеленые девчонки ну как можно сделать зеленый давайте сделаем зеленый хороший запрос да давайте сейчас сделаем зеленый синий а теперь берете смотрите желтый витраж 255 выкладываем и давайте посмотрим что получится еще красивый получается цвет такой не не вырви глаз и такой вот благородный что прикольный оттенок за то что конечно я добавила желтый витраж а сюда только желтый витраж пойдет здесь нужно будет конечно либо подложку какую-то сделать все сделали теперь я предлагаю сюда у нас сейчас буквально недавно появились вот такие стеклянные 5d nail crust и видите они как стразики смотрятся и здесь вот этот nail crust сейчас расскажу какой-то номер украшение номер один видите он у нас как глаз идет здесь есть вот такие прямоугольники прикольные мне так нравятся я их просто вот в абстракцию добавляю и уже больше ничего не надо так опускаете водичку они очень хорошо размачиваются очень тонкие так и давайте наклеим здесь вот поперек просто как элемент дополнительной абстракции здесь я наклеила с этой стороны причем специально чтоб видите на прозрачную часть попадала все приклеила обязательно ультрабондом обработала все и потом просто перекрываю финишем глянцевым вот я перекрыла в один слой текласом они очень хорошо торчат прям эффект не пропадает и выглядят как страза все теперь перекрываем можно чуть-чуть сейчас вернуться и вот в этом месте убрать все сушим то же самое вот я сегодня делала я брала тут эти крестики тоже прикольное сочетание эти просто тонкий слой топа перекрываете они очень хорошо смотрятся да на элкруст уже у многих дистрибьюторов я видела есть в продаже вот но они это как вы знаете как только-только появляются поэтому просто оставляйте предзаказы дистрибьютором так следующий вариант я хотела показать серебром очень мне нравится серебро еще раз напомню оно очень густое сделали специально очень пастозным как краска вы видите какое пастозное гляньте какой густой давайте делаем один слой чтобы вы убедились что гель-лак номер 297 ложится в очень тонкий слой смотрите вот я тонко нанесла а теперь вот чуть-чуть добавила излишек и все и мне уже второй слой не нужен сюда серебра это очень экономит во первых время и ногти получаются не особо толстые прям видно что кисочка аж бедная вся расплющилась от этого пигмента такого количества хлопья очень крутой оттенок так сушим сейчас сюда мы сделаем вот такой кантик вот кто помнит у нас есть вот такие шермиконы чистое золотое серебро да кстати похож на краску суперстар только хлопья крупнее суперстар это мелкие хлопья а эти хлопья прям крупные короче очень крутой цвет кисточка видите аж бедная расплющилась от такого количества пигмента это очень удобно расход будет маленький у такого гель-лака так я сейчас буду работать вот с этими луну лами я сейчас напомню какие-то номера смотрите это номера 100 линии 101 102 103 и 104 очень круто для коллекции вот таких блестящих использовать именно вот эти шермиконы так но прежде чем их приклеивать что нам нужно сделать нам нужно нанести теклас нанести теклас можно чуть-чуть под выровнять сушим сушим прям хорошо две минуты сушим хорошо прям две минуты так а для другого варианта я хотела использовать сейчас мы наносим номер 153 тонким слоем девочки эфир начался в 11 утра кто пропустил так это такой вот молочный с блестками оттенок прозрачный сейчас мы его нанесем либо в один слой либо в два слоя я его хочу с блестками соединить наверно два слоя не буду наносить он в принципе сейчас хорошо выровняется все суши и сейчас нарисуем френч блестками либо вот этим 299 и по 298 до топ без липкого слоя этот теклас всегда используется как подложка для наших наклеек которые называются шермиконы у них очень сильная клеевая основа и благодаря поверхности топа без липкости классно крепится единственное условие вот я сейчас конечно две минуты не продержала а желательно держать две минуты желательно держать две минуты делали причем я вот эти дизайны показывала еще в том году перед новым годом я их обожаю для этого нужна вот такая яркая серебряная подложка и наконец у нас есть гель-лак такой что многие в том году не хотели суперстар краской покрывать и теперь берем витражные гель-лаки номер 256 смотрите я никогда кисточкой из флакона не работаю витражами потому что они очень густые лучше работать кисточкой отдельно тогда сможете нанести отдельной кистью тоньше чем нужно поэтому можно взять какую-нибудь кисточку не за скошенный квадрат и вот тоненько-тоненько такими размазывающими движениями чтобы дать не ярко получилось я хочу чтобы учиться такой знаете вот нежный розовый так сушим и теперь берем тоненько наносим голубой девчонки не могу сейчас комментарии читать мне неудобно и сегодня одна работаю смотрите прям под свет сделали лунулы сделали сушим предлагаю верхнюю часть сделать матовым топом чтобы серебро не так блестело а там где у нас идет лунула все сделаем глянцевым топом вот кто в том году покупал курс новогодний помните я делала вот таких кучу разных градиентов но только мы тогда работали краской я помню прям шел сильный запрос сделайте как суперстар гель-лак вот поэтому мы сейчас для этой техники чтоб можно было делать такие раздужные переходы классные там очень быстрые дизайны они смотрятся очень круто вот давайте опять возьмем 297 тоже просто в один слой перекрываем иди настолько много слюды такое огромное количество что она чудесно ложится в один слой на кисть не надавливаете сильно без продирания тогда ложится в один слой все сушим опять так а здесь я предлагаю сделать матовое покрытие и глянцевое давайте посмотрим что получится я еще не пробовала вместе с вами пробуем так я хочу вот эту часть чтобы она была приглушенная не такая блестящая сушим а всю оставшуюся часть покрою текласом сейчас смотрим что у нас получится ой круто получилось смотрите вместе с вами пробую и как раз классно все а это пусть будет блестящая все дизайн готов слушаем так а здесь делаем сейчас просто градиент вот без ничего это быстро очень красиво вот этот вариант готов смотрите так здесь также берем давайте эти же витражи возьмем и добавим желтый витраж номер 255 короче вам понадобится на этот новый год девочки в принципе вот этот серебряный гель-лак 297 и витражные гель-лаки можно делать кучу офигенских дизайнов будет куча офигенских дизайнов это то что в том году все просили так давайте вот начнем сверху положим желтенький с витражами легко работать очень быстро все растушевали сушим теперь берем розовый кисточку просто все время вот так об влажную салфеточку вытираете так теперь идет у нас вот так в розовый тоже прям растушевали и сейчас у нас останется еще голубой и самое главное витражи наносить тоненько прям размазывать смотрите какие прикольные штуки можно сделать будет короче у меня есть курс в том году я делала такой праздничный вечерних дизайнов и там куча вот этой техники надо мне его просто перемонтировать и рублей по 500 поставить продаваться потому что там куча вот таких градиентов ну либо записать новый все тоненько-тоненько вот кто покупал в том году возьмите пересмотрите там очень много классных идей тоже так прозрачненько растушевали все все сделали и теперь перекрываем текла сам здесь нужно сейчас сделать легкое выравнивание потому что когда я накладывала первый слой и делала витражом все равно здесь такая поверхность получается и захлопив ее нужно чуть-чуть будет выровнять топом защитным все дизайн готов понятно что здесь можно было бы что-нибудь наклеить но я вот сюда вот вообще ничего бы не добавляла мне тут стразик попался перевернули сделали легкое выравнивание все и в лампу дизайн готов чем не понравилось вот такое сочетание давайте последний дизайн и сегодня показываем смотрите тоже блестящий и не блестящий гель-лак из новой коллекции так мы с вами уже сколько сделали 10 за 1 2 кто не успел пропустил потом пересмотрите эфир когда я его повешу не знаю еще предыдущий эфир вам не повесила так смотрите сначала приклеиваем сам шермику давайте возьмем золотой приклеим приклеивать еще раз напоминаю нужно на тэклас приклеивать нужно на тэклас здесь я лунку клею сначала видите здесь я клеила уже сверху покрытия да когда уже все сделала подложку из гель-лака сделала а здесь делается на пород берем оттенок гель-лака самый красивый 294 для тех вот кто любит темные цвета он такой видите цвет мокрого асфальта цвет мокрого асфальта и мы сейчас сначала сделаем вот эту часть ну понятно что это на клиенте не делается кисточкой там где кутикула берется кисть отдельная мне сейчас быстрее проще сделать кисточкой из флакона а на клиенте это нужно делать отдельной кисточкой все сделали первый цвет и берем второй оттенок 301 он как раз блестками будет очень красивая пара к нему и сейчас мы здесь порисуем что-нибудь очень красивый оттенок но здесь внутри есть немножко стекла и слюды поэтому будет чуть-чуть торчать но если делать потом выравнивание либо пилочкой проходить я вам уже показывала сегодня в самом начале как наносить 301 номер и как наносить 300 номер просто потом пересмотрите я постараюсь завтра утром выгрузить уже этот эфир это прям такой знаете откровенный черный цвет но внутри у него такие красивые кусочки стекла и кусочки слюды когда мы вот смотрим даже под матовым топом это очень красиво смотрится смотрите как черный смотрится под матовым топом вот эти особенно цвета они смотрятся как с аквариумом так сделали теперь роспись пойдет уже сверху финиша сейчас нужно сделать поверхность и стекла са чуть-чуть перевернули чтобы выровнять все выровняли и в лампу еще раз напомню если где-то что-то мешает если где-то что-то мешает просто возьмите пилочку для натуральных ногтей вот про которую не жалко и прям по дисперсионной пленки так как у него пленка очень сухая если где-то стекло торчит чуть-чуть просто подпилите так теперь возьмем кисточку тоненькую и м пасту краска без липкости и делаем рисунок здесь рисунок такой беспорядочный я специально делаю так чтобы золото стало меньше чтобы он остался таким тоненьким кантиком и что и и и и и и и и и Такая абстрактная штучка, пятна, которые имеют округлые края. Эта густая краска позволяет это делать сверху финиша. Сушим две минуты, чтобы исчезла липкость. Когда липкость исчезает у эмпасты, эта краска остается чуть-чуть с эффектом выпуклости сверху. Не успела я еще один дизайн вам показать. Давайте до следующего вторника оставим вот этот дизайн. Порисуем френчи в следующий раз, тогда цветные с блестками. Помните, да, я покрыла цвет и не успеем уже. Так, ну, дизайн готов. Эфир обязательно пересмотрите, особенно кто опоздал на самое начало, потому что вначале я делала выкраску и презентацию новой коллекции Jazz Age. И мы сегодня сделали с вами аж четыре дизайна. Смотрите, чтобы у вас не получилось, как получилось с Urban. Да, это самая популярная у нас сейчас коллекция, наверное, за всю историю продаж. И не знаю почему, что сработало. Казалось бы, вроде восемь оттенков. Ой, боже мой, я их выронила. Казалось бы, восемь оттенков и стоит, понятно, что набор дороже, чем шесть цветов. Вот, но, несмотря на это, Urban оказалась самая популярная коллекция. Мы сейчас сделали заказ, он уже пришел. И Urban доступен в продажу многих уже дистрибьюторов. И вот, чтобы с Jazz Age у вас такого не получилось, чтобы вы вдруг не успели. Есть такая штука, как предзаказ. Оформляете у вашего дистрибьютора предзаказ, и тогда вы точно получите эту новинку. Все, вам спасибо большое. Хотела вам, кстати, напомнить. 27-го, 28-го октября, а это уже на следующей неделе, у нас будет выставка онлайн. В этом году Эми не участвует в живой выставке Интершарм. Мы решили провести свою выставку. В шапке профиля сейчас висит ссылка. Там ссылка на регистрацию в клуб. Кто ждал входа в клуб, вот сейчас идет заход. Осталось, кстати, что сегодня, пятница. Через два дня заход в клуб закрывается. И также висит ссылка на регистрацию на выставку. Выставка будет потом в записи. Потому что меня многие вчера спрашивали. Вот. Мы постараемся сделать запись выставки. И кто, например, не сможет присутствовать, возможно, будет потом возможность получить ее в записи. Но я это не гарантирую. Потому что я не знаю, как это физически будет возможно. Выставка будет идти до трех часов дня с десяти утра. Будет много спикеров. Будем работать как на выставке. Самое главное, будет у нас классный ведущий, чтобы вам было не скучно. И море розыгрышей. Розыгрышей в этом году очень много. Мы посчитали бюджет розыгрышей. Это до полумиллиона будет разных призов. И курсов онлайн будем разыгрывать. Очень много продукции будем разыгрывать. И самое интересное, что мы будем делать для вас презентацию нового арбрендинга нашей компании. Поэтому, кому интересно, обязательно регистрируйтесь. Тем более, это бесплатно. Ссылка в шапке профиля. Доступ придет на почту за сутки. Смотрите, не сейчас. Либо за несколько часов, либо вечером она придет. За сутки. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас в шапке моего профиля. Выставка бесплатно идет. И там очень много будет и по классике, и по маникюру, и по дизайну. По дизайну особенно. Потому что я приготовила дизайны новогодние. С новыми декорациями. Также ручные. Будем с вами работать. Все. Пока-пока.